Это не кадры разбомбленного города. Обычный для области подъезд к селу. Ямы, горы асфальта, местами плывущая разметка. Дорога прогнулась под давлением обстоятельств. Большегрузы разбили местную трассу, тем самым отрезали путь в село для автобусов и скорой. Люди идут пешком иногда, а утром уже кто знает, что я еду, там выходят в больницу. С РБ надо доехать. Подбираешь, подвозишь людей. Неудобства испытывают из-за соседства с карьером. Большегрузы здесь прочно обосновались. Машины ходят там с грузом под 60 тонн. Вот экскаватор стоит. Они постоянно возят на кирпичный завод глину. Жалуются на водителей большегрузов. Ненасытный народ наращивает лишние, даже не килограммы, тонны. Но те, кто управляет фурами, ожирение не замечают. Перегруз у нас бывает, конечно, но относительно небольшой, 2-3 тонны. Не угадаешь, весов-то здесь нет, если бы где-то грузились были весы. А как можно угадать вот ковш? Если он прикидывает на глаз, то сотрудникам Росавтонадзора на избыток веса в грузовиках глаза приходится закрывать. Транспорт, конечно, можно взвесить, но только в единственном в области месте – Красноармейске. Вот он уникальный, потому что единственный в регионе стационарный пункт весового контроля. На первый взгляд, вполне стандартная работа сотрудников Росавтонадзора. Весь транспорт, который движется со стороны Волгоградской области, взвешивают здесь автоматически. Вот эти металлические пластины – ничто иное, как весы. Данные с них, а также запись камер видеонаблюдения попадает в компьютер сотрудникам Росавтонадзора. Такие пункты должны быть на всех основных трассах, ведущих в области. Их нехватку сугубляет пробел в законе. Даже если компьютер специализированной службы и зафиксирует нарушение остановить транспорт, инспекторы Росавтонадзора не вправе. После того, как превышение показано, сотрудник ГИБДД должен этот автомобиль остановить, взять документы у водителя на автомобиль, на груз, пройти на пост и там уже при помощи наших инспекторов составить акт. На палочке-выручалочке ГИБДД бессильны. Два года назад по всей России начали закрывать стационарные посты ГАИ. Бесконтрольность областных трасс только в плюс владельцам большегрузов. Так, на Саратовский рынок проникли китайские самосвалы. Они вмещают почти в два раза больше разрешенной нормы. Преподаватель политехнического вуза проводит расчеты, если бы фуру из Поднебесной загрузили, например, сухим песком. У него 25 кубических метров объем. Мы тогда 1,6 умножаем на 25, получается 40 тонн. А заявленная у них грузоподъемность 25 тонн. Иван Любимов показывает, такой плюс играет в минус не только дорогам. Самосвалы ломаются. Сначала двигатель, затем сцепление, коробка передача – самое страшное тормоза. Так, в прошлом году чудом удалось избежать трагедии. Китайский самосвалов, потеряв управление, едва не сбил пешеходов. Их спас сотрудник МЧС. Фуру он затормозил служебной машиной. Сейчас владельцы тяжеловесов стараются не доводить самосвалы до критической ситуации. Они перут и эксплуатируют только в течение определенного срока. А потом они его на вторичный рынок отдают. Одно из саратовских предприятий, где перепродают китайские самосвалы, говорить открыто о преимуществах большегрузов здесь не хотят. Боятся антирекламы. Даже вызвали сотрудников ГБР – вывести журналистов из здания. Ведь бизнес на грани закона. Если они заявят официальную грузоподъемность, то бишь 35 тонн, плюс самосвал весит 15 тонн, получается уже 40. Эта нагрузка на осень проходит по дорогам общего пути. Что делается? Специально делается снижение, чтобы она по соответствованию нашим стандартам. Только на основании этого выписывается от ЭТС одобрение типа транспортного средства. И все, и пожалуйста. Мы таких машин продавали ни одну, ни две, и ни пять. Успешному бизнесу могут вставить палки в колеса. Депутаты в области в следующем году откроют около шести стационарных постов весового контроля. Чтобы контролировать передвижение данного транспорта, и контролировать доходы в бюджет от платы за перегруз. Он должен быть стационарный. Там, соответственно, должен иметь все необходимые вещи, чтобы там круглосуточно находились люди. Вот почему мы и по подсчетам Министерства дорожного хозяйства это 60-80 миллионов. По строительству такого стационарного пункта. Там смогут находиться как сотрудники Росавтоназора, так и инспекторы ГИБДД. Но при условии, что депутатам удастся договориться о межведомственном сотрудничестве и найти деньги на строительство постов. Но даже когда появятся стационарные пункты, нет гарантии, что большегрузы не найдут объездные пути. Мария Смирнова, Олег Бирюков, Роман Шильдяев, ТВ-Центр, Саратов.